Новая серия взрывов в Таиланде. Этой ночью две бомбы взорвались в провинции Сурат-Хани на юге страны. По данным издания Nation, один человек погиб и двое как минимум ранены. Подробности сейчас узнаем у корреспондента агентства ТАСС Алексея Сковоронского. Алексей, здравствуйте. Расскажите нам о взрывах, которые произошли в этой провинции. Где и как быстро среагировали власти? Добрый день. Действительно, серия взрывов продолжается уже в течение последних суток в Таиланде. Только сегодня утром два взрыва прогремели в городном городе Хуахин, рядом с городской площадью за этими часами. Еще один взрыв в провинции Сурат-Хани на юге страны. Там один человек погиб. И взрыв на популярном, в том числе у россиян, острове Пхукет в районе Патонг. Там взрывалось взрывное устройство. Еще в районе одного из пляжей было устройство обезвредено. Все взрывы произошли в утренние часы. В некоторых случаях по два взрыва сразу. В Таиланде Сурат-Хани погибла местная женщина. По химии четыре человека ранены. Это все происходит на фоне того, что происходило вчера. Первый взрыв прогремели в южной провинции Транс. Там прямо на рынке. После обеда, когда люди готовились вести ночную торговлю, прогремел взрыв. Один человек погиб, всеми пострадали. Затем в курортном Хуахине, в районе, где расположены бары, рестораны, идет активная туристическая жизнь. Прогремели два взрыва. Устройства были спрятаны в горшке с питанием и приведены через мобильный телефон. Эти взрывы, по предварительным данным, унесли жизнь местной женщины. Она торговала прямо там сладко продуктами питания. Были ранены более 20 человек. Из них есть иностранцев, россиянцы. Из них нет. По последним данным, которые есть на данный момент, российских туристов, пострадавших в Таиланде, нет. Алексей, как вам кажется, кто может стоять за этими атаками, кому они могут быть выгодны в этих условиях? Ну, вы знаете, это вопрос номер один сейчас. А первое, вот тут премьер-министр Таиланда, праздничный, только что отметил, что, в общем-то, у него тоже нет никакой информации. Кто мог, он задался риторическим вопросом, кому это может быть выгодны, когда страна идет вперед. Надо тут заметить, что сегодня в Таиланде национальный выходной. День рождения королевы Сирики, он же в день матери. Этот день широко отмечается в стране. Сегодня национальные выходные люди едут отдыхать. Долгие выходные в Таиланде как раз этот самый курорт Хуахин, где больше всего людей пострадало. Это излюбленные места самих граждан Таиланда. Он считается королевским курортом, и там отдыхают прежде всего не иностранцы, а сами тайцы. Первая версия, которая сейчас звучит и отрабатывается, это так называемый южный свет на юге Таиланда. В трех мусульманских парагинских действуют сепаратисты, которые расслабляют отделение Таиланда. И идет, собственно говоря, боевые действия уже на протяжении последних десяти лет. Такая партизанская война. А почему это все обсуждается? Поскольку в большинстве случаев гримили взрывы один за другим. И взрывные устройства были заложены достаточно рядом. То есть срывается одно устройство, потом прибывает место полиции, взрывается второе. Но стоит отметить, что сепаратисты, которые действуют на юге, никогда засели, не заходили так глубоко в пределы страны. Обычно взрывы, взрывается, примерно в трех провинциях. Я лапа, потому что они не расслабляют. А вот на курортах Таиланда всегда было спокойно. Хочу напомнить еще, что почти год назад, 17 августа, в Бангкоке прогремел в рифт, где 20 человек погибло. Но тогда нашли, и сейчас идет уже особо по этому делу, так называемый уйгурский свет. Власти объяснили, что их тогда, год назад, стал местью за депортацию уйгуров из Таиланда. И, собственно, был разрушен бизнес местных криминальных кругов, которые зарабатывали на незаконной миграции людей. Ну вот, удивительно, что ИГИЛ еще не взял ответственность за организацию этих взрывов. И вот была версия о том, что к этому могли быть причастны так называемые краснорубашечники. Вот как вам кажется, насколько вероятно исход подтверждения той или иной информации? Я думаю, эта версия будет отрабатываться, поскольку все события, которые чрезвычайно в Таилане последние два года, в конце концов, все происходили, бросали пьян всегда на краснорубашечника, потому что они являются самой, так скажем, более радикально настроенной позицией по отношению к действующим властям. Но тут очень важно еще упомянуть о прошедшем несколько дней назад, на наши выходные в середине по конституции Таиланда. Это был такой переломный момент в жизни, если говорить про политическое устроение. Но тут еще важно сказать, что все стороны политического конфликта в стране, так сказать, являются, что принимают выбор народа и, согласно с инферендумом, никто не говорит, что будем каким-то образом противостоять тому, что происходит. А что власти говорят по поводу организации мир безопасности дополнительных? Возможно, ограничение передвижения людей, может, могут они предложить им остаться на курортах, без надобности, как говорится, всегда не выходить за пределы отеля. Какие-то такие предупреждения были в Таиланде? Спасибо большое за ваше время. Спасибо, Алексей. Напомню, у нас на прямой связи из Таиланда был корреспондент агентства ТАСС Алексей Сковоронский.